Взяла белье, взяла разбавитель, сметанный замес, несколько вязкий замес, то есть чуть-чуть вязковато. Возьмешь березу, возьмешь желтоту, возьмешь коричневизму и пока просто припачкаешь весь формат, красочкой припачкаешь. Красочку вязковатую, такое количество, чтобы мастихинок было что придавливать, хорошо? Чтобы было что придавливать, вот примерно такое количество. Избавиться от белого для начала. Можно потемнее сразу, тогда коричневый, голубой, но не увлекайся слишком темнотой, мы еще потом с ней поработаем, хорошо? Давай так, берем синий, коричневый, розовый, темно, и у нас есть темный каркас картины. Темный каркас картины, и мы этот каркас набираем. То есть все темные пятна мы достаточно небрежно набираем как подкладку тому, что будет сверху уже брежно. Ты видишь, я беру вот эти темные цветики наши, и коричневый, и синий, и розовый, и буквально отделяю одно от другого, темное от светлого. Практически как на соседней картине только что, да? Вот оно. Здесь глуховатое пятно, здесь комковатое. Глуховатое мы немножко заштриховывательно комковатое, так и оставляем комковатым. Потом начинаем плюс цветики. Может быть сначала, например, нашвырять зеленый, поскольку он тоже часть темного каркаса. Причем, ты видишь, я особо не всматриваюсь в цветовое содержание. Ну так, зеленый, зеленый себе. Потом под розовый я чуть-чуть разгребаю. Беру много. Белил. И вот у нас здесь мощное розовое пятно. Сначала тупенько, как пятно. Наберем. Цветочек розовый. Сначала как пятно. Темный розовый цветочек, как пятно. Если здесь будет легкое смещение на чуть-чуть этого рисунка, ничего страшного, потому что это же не портрет конкретного цвета. Это темные петли. Розоватые. Лексер. Смотри, скульптор, да? Работает скульптор. Не Ицка, не чертежник, а скульптор. А потом этот скульптор начинает все нежнее работать и нежнее. У него появляются еще какие-то отдельные вырисованности, какие-то отдельные вырисованности. Почему? Еще там догнать эти цветовые. Это я как бы общую идею. То есть, что мы начинаем не лотяк. А скульптор отсекает, да? Много седора. Бомби. Вот какие-то полоски. Смотри. Дозамешивать на палитре, прежде чем принести на холст. Смотри, вот ты не дозамешивала, даже видно. Смотри, теперь я. Дозамешиваю. И мой мазок более плотный, более лепестковый. Кроме того, кроме вот таких звуков, вот как ты сделала тычок, существует просто приглаженность. То есть, вот, раз, мазочек. Прямо смотри, лепесток нет. Мазочек. Как у вас сильнейшиеся не смешиваются? А потому что я не вдавливаю. Ты же вдавила. А я плашмя мастихином. Смотри. Плашмя мастихином укладываю. Ну-ка, при мне. Нормалек. Нормалек. Так. Ну и поточнее тонально, да? Вот, центрик этого лепестка чуть смуглее. Есть лепестки, которые к нам в профиль, в профиль. А есть те, которые в фаз. Вот эти в фаз, а эти в профиль. Там это видно. А уже от них в другую сторону лепестки следующего цветка. Правда? Если мы будем соблюдать эту архитектуру, то по идее все будет хорошо. Стараемся дозамешивать, чтобы не было слишком полосатого. То есть дозамешивать. Дозамешивать. И все прекрасно лепится. Как скульптор лепишь. А спорим, что мы сделаем. Так. Ну, можно добавить туда цветовых, если хочешь. И так, и сяк. Как он там уложил. И голубоватых. И грязноватых. Можно вот этим инструментом немножко подыграть. Такой мутаты подсунуть чуть-чуть. Если хочешь. То есть тоже будет прикольно. Наштриховано, волосатенько так. То есть не обязательно все ушпатлевать. Можно и так подштриховывать. И цветик там добавишь голубоватый для настроения. Значит, к розовому, может быть, чуть-чуть синечку. Чтоб он в тень попросился. Тенистый вот этот светечек. Розовый себе потом выдавишь. Да? Чтоб он в тени был. Вот здесь эти теневые места розовому. Добавлять синечку разберенную. Чуть-чуть синечку разберенную. Что ты говоришь, Немарш? Вот с этим я не знаю, как сваляться. Как пашню накидать. Вот такую. Там же ничего внятно не прорисовано. Вот в этом управляю. Капошунечку вот такую выделю. Можно игриво раскладывать, жестикулятивно. Так, чтобы зритель мог обалдеть от того, как легко художнику это досталось. Вся эта набор сопелек. Хорошо? Давай. Пока все хорошо. Спасибо. К этому пятно уместнее орошательный характер. Орошательный. Что-то голубой тебе так и не... Терло-терло на одном месте, пока оно перестало быть голубым, да? Не солило, не солило, пока оно перестало. И так, орошательный характер фонового. Именно орошательный. Если сопротивляется, дополнить кистью и мастихином просто придавить краску. То есть расштриховать и придавить. Такой, смотри. Стекает прямо. Стекает прямо. Правда? Здесь наоборот. Нарочито горизонтальный характер. И тоже желательно с жестикуляцией. Ты помнишь, как-то уже очень комковато было. Сейчас прямо легла. Господи. Это дальний момент. Что-то у тебя красок тут нет, я смотрю. Совсем фенок. И коричневый, и голубой. Розового вообще нет. Сейчас розовые цветы, как ты могла не пользоваться? И белый, и сушигку закончится. Сушигку закончится. Так. Что-то такое. Стоишь и ждешь Зеленый Нормальный, сами мазочки вполне нормальные Значит, более текучий орошательный характер Поэтому не взрыв, а текучий орошательный Там взрыв у тебя Не должно быть взрыва Либо никакой, либо орошательный Хороший кувшин, съедобный вполне Может быть не хватает цельности теневой у кувшина На фоне которой листики Медленно Барни Отре Отре Барни Отре Отре Не хватает здесь все-таки выраженности теневого фитна. А здесь чуть-чуть выраженности световой. Согласны? Когда свет-тень произошел, сразу осенью. Не хватает на самом месте каркаса темного. От цветка чуть-чуть не хватает на ряду. Тонально ты его близко взяла, но нарядности ему не хватило. Чу-чу-чу. Суперки. 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 Смотри, коричневый с желтым Дает вот такой цвет зелени Тоже хороший парень Его постоянно в зелени используем Он очень дополняет Может быть там, с чего он писал Этим цветом и не пахло Но просто этот цвет хорошо дополняет Согласны, да? То есть зеленый у нас не однообразный А богачий Жестикулятивно многие вещи Для того, чтобы продемонстрировать свою мускулу Как художника, что у тебя все легко Даже если не совсем легко Лучше продемонстрировать, что было легко Везде, где только можно И везде, где только можно Не демонстрировать, что было тяжело Это в целом хорошо Они соединились в единую То есть я их разъединил Они более цельные Согласны? Такой цельный кусок В котором слегка светливые звучит Сюда тоже Сюда тоже Ага Берем немного краски Да на ребро И оставляем Вот такие сливочки Там где телевизор, конечно, тяжеловато чуть-чуть Идея такая Если что Вот это движение туда То есть все к нам А это попка Выразить это как поп Ты согласен? Да Не хватало ей попочности Ну вот тренировать мастихин На этом очень удобно Так что если же совать Задачка есть Конечно Профиль очки, да? Чуть-чуть недостаточно Это выразилось Чуть-чуть в тень ушел, да? Да Что он не вырезанный Такой С пространством взаимным Очень много красивых сочетаний Прямо с такой любовью И с чувством сделала Потому что иногда людям не хватает В формате обучающихся Им не хватает доверия Чувству своему И еще не хватает Полюбленности Амбиции заслоняют Желание красивенько нарисовать А у тебя это происходит Все У тебя все Умненько Честненько Культур-мультур А ты ее хочешь еще помучить? Нет Она у тебя легко Умненько Вот Вот это закончено Да Вот ты слышишь Улюлюканья сзади, да? Значит, если у тебя есть сомнения По поводу законченной или нет Несешь в соседнюю комнату И у родных, близких, знакомых Спрашиваешь Они всегда улюлюкают Что? Значит, все в порядке Нет Значит, все в порядке Серьезно тебе говорю Спасибо вам большое Потому что перемучивать Такие вещи вообще нельзя мучить То есть идея мозаики Да? Все равно, что мы бы Мозаичными восхуточками Все выложили Единственное, что у нас немножко Такое фоновое пятно другое Хотя не хватает Ты его слишком расчесала Слишком Перерасчесано Перерасчесано Хочется, чтобы у него были Крупные вот эти Наштриховочки Это он прямо из другой оперки Согласен, это какая-то тканечка Это не все что-то Но крупно Спасибо Не челочкой Спасибо Спасибо Спасибо